А Лолите Милявской пришлось публично опровергать слухи о своей сексуальной ориентации. Певица призналась, что её донимали телефонными звонками с неприличными предложениями. Как выяснилось, кто-то раздаёт телефон артистке посторонним, обещая, что Лолита готова вести интимные разговоры и не только. Домогательства были в основном со стороны женщин, которые называли звезду лесбиянкой, оказывающей услуги на дому. Певица признала, что она, конечно, поддерживает различные сексуальные меньшинства, однако это не означает, что она сама к ним относится. Листы, которые запускают подобные слухи, хотя бы соизмерялись с теми людьми, о которых они пишут. Знаете, обо мне, конечно, можно было написать, что я очень увлекаюсь мужчинами, что, собственно, подтверждает вся моя жизнь. А вот где нашли женщин, не знаю. Не так давно общественность была обеспокоена известием, что Лолита находится при смерти. Очевидцы утверждали, звезда часто жалуется на боли в сердце после концертов и светских вечеринок. Поговаривали также об экстренной операции. Что написали, что у меня операционное сердце вот только прошло? Вы сейчас свидетельствуйте, вы засвидетельствуйте, хотите пульс? Потому что написано, что я при смерти, мне сделали пересадку, и через неделю я побежала в ЗАГС. Почему-то. Я иногда не вижу логики в том, что пишется. Вопреки слухам, певица здоровая и находится в прекрасном расположении духа в доказательство. Нередко появляется нацусовка в сопровождении своего очередного молодого мужа и по-прежнему ведет активный образ жизни.